Привет, друзья! Это Троэдер Рус со стенда компании ZTE с МВЦ 2013. И начинаем сразу к делу. Компания ZTE написала во всех изданиях, точнее, о ней написали во всех изданиях, что они собираются представить смартфон, который будет работать на новом процессоре Qualcomm, на самом мощном, на Snapdragon 800. И к тому же у него будет Full HD экран, и все будет хорошо, и он будет называться то ли Grand Meme, то ли что-то в этом роде. Но на самом деле, на самом деле на стенде компании стоит совершенно другой смартфон, который называется также Grand Meme. У него просто HD экран, 5,7 дюймов, 1280х720, а внутри стоит процессор, они не говорят какой, но вряд ли это Snapdragon 800. Возможно, это Snapdragon 600, но судя по скорости работы, это тоже пока не ясно. Давайте посмотрим немножко на корпус этого девайса. Выглядит он вот так, вот такая вот большая лопата с большим экраном, не сильно четким, потому что все-таки это просто HD экран. Сбоку есть качелька громкости, он достаточно толстенький, сзади динамик, 13-мегапиксельная камера, слот для сим-карты, microSD карточка, есть, значит, три кнопки, меню назад и дом. Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма. Давайте его скорее включим. Вот так он выглядит по сравнению с Galaxy Note 2. И он больше его, больше существенно. Если сложить их вот так, он и толще, и выше. Ну, в общем, по размерам он его делает по полной. Что внутри у нас? Внутри у нас стоит Android 4.1 Jelly Bean и очень странные грибы. Видимо, компания ZTE этими грибами решила показать все отношение к этому смартфону и ко всей прессе, которая приехала. И вот так они это видят, такие галлюциногенные грибочки и не менее галлюциногенные виджеты. Как видите, они шевелятся, как их только вот не крути, не верти. Ну, работает это все не так уж сильно плавно, иногда подтормаживает. И вообще непонятно, зачем нужно столько анимаций на рабочем экране, разве что для того, чтобы показать какую-то презентацию. Но для обычного использования телефона, конечно же, все эти вот такие вот странные пребамбасы излишни. Вообще говоря, вот список приложений это единственное спокойное место, которое можно найти и то, но он вращается тоже очень сумасшедшим образом. Кроме того, ZTE, как всегда, добавляет вот свою такую инновацию. Это вот такую дополнительную кнопку, которая превращается в кнопку назад, хоум или меню. Делают они это для того, чтобы, когда вы держите телефон одной рукой и не можете дотянуться вот до этих кнопок, вы можете сюда подогнать вот эту вот виртуальную кнопочку и пользоваться ей. Вот, пожалуйста, можете нажимать назад. Или если вы держите телефон как-то по-другому, можете ее расположить в другом месте. На самом деле она очень раздражает. Торчит постоянно на экране и не знаю, насколько это удобно. Что еще из начинки я забыл сказать. Здесь стоит батарейка 3200 мАч, памяти 16 гигабайт. Почему-то всего 1 гигабайт оперативной памяти. Все уже ставят по 2. Ну, собственно, и все. Порт, порт. Здесь есть microUSB MHL. Вот такой вот смартфончик. Называется он ZTE GrandMemo. Но мы не будем слушать ZTE, не будем подкупаться. Будем надеяться, что они все-таки представят то, что они хотели представить. Но, наверное, уже на следующей конференции. Это Droider.ru с выставки МВЦ. Подписывайтесь на наши видео.